Здравствуйте, ребята! Меня зовут Таня Заржецкая, и сегодня я прочитаю для вас сказку английской писательницы Беатрис Поттер. А называется она «Ухти-тухти». Люси жила на хуторе Little Town, что по-английски означает «маленький городок». Она была хорошая девочка, но всегда всё теряла. Вот однажды она выбежала во двор и закричала. «Я потеряла платочки, и фарточек тоже пропал. Скажи, ты их не видел, Полосатик?» – обратилась она к котёнку. Но Полосатик мыл свои лапки и ничего не ответил. Тогда Люси спросила курочку «Скажи, милая пеструшка, не видала ли ты мои платочки и фартук?» Но курочка пропудахтала, и я бегаю босиком. Ко-ко-ко-ко-ко. На ветке сидел Риполов. «Птичка, а птичка! Ты не знаешь, куда делись мои платочки и фартук?» Но Риполов только покосился на неё своим блестящим чёрным глазом. Тогда Люси вышла за калитку. Сразу за хутором начиналась гора, такая высокая, что облака закрывали верхушку. Люси показалось, что на склоне что-то белеет. «Не мои ли это платочки?» – подумала она и побежала в гору так быстро, как только могли бежать её коротенькие ножки. Она карабкалась по крутой тропинке всё выше и выше. И скоро Литтл Таун остался далеко внизу, и его домики казались совсем крошечными. Люси шла и шла, и вдруг увидела ручей. Кто-то поставил на камень ведёрко, чтобы набрать воды. Но на мокром песке виделись следы чьих-то малюсеньких ножек. Следы вели к высокой скале. Тут между ветками папоротника были натянуты сплетённые из былинок верёвочки. На траве лежала куча бельевых прищепок. Носовых платочков нигде не было видно. Зато было что-то очень интересное. Прямо в скале дверь. А за дверью кто-то пел. Ухти-тухти, ухти-тухти, я лесная прачка. Ухти-тухти, я стираю зайцам и собачкам, и мышатам, и котам, и лисятам, и кротам. Люси постучала. Никто не ответил. Она постучала ещё раз. Песенка замолкла, и испуганный голосок спросил. Кто там? Люси толкнула дверь и вошла. Она увидела прелестную кухоньку. Всё, как в настоящей деревенской кухне. Только потолок такой низкий, что Люси почти коснулась его головой. И посуда на полке была совсем крошечная. Приятно пахло свежевыглаженным бельём. У гладильной доски с утюгом на весу удивлённо застыла кругленькая коротышка. Смешной чёрный нос пыхтел. Тух-тух-тух. Скажите, пожалуйста, вы не видели моих носовых платочков? Вежливо спросила Люси. Ну, конечно, видела, ответила коротышка. Только давай сперва познакомимся, дружок. Меня зовут Ухти-тухти. Я умею стирать, крахмалить и гладить. Люси не могла оторвать глаз от корзины. Из неё торчал зелёный кусочек, так напоминающий. Не мой ли это фартук, не утерпела она. Нет-нет, это полотняная скатёрка птички-синички. Погляди, она вся в пятнах от смородиновой настойки. Просто невозможно отстирать. А вот мои платочки, закричала Люси. И фартук. Тух-тух-тух, запыхтела Ухти-тухти. Поплевала на палец и потрогала утюг. Вмиг перегладила она все платочки, а фартук даже встряхнула, чтобы оборочки на нём как следует расправились. Ах, как чудесно! От радости Люси закружилась по комнате. А что это вы положили в тазик с крахмалом? Спросила Люси. Это шерстяные кофточки овечек. Как? Разве овечки их снимают? Конечно, снимают. Видишь, на каждой метка. Когда отдают вещи в стирку, на них всегда ставят метки, чтобы не перепутать. Ухти-тухти стала развешивать платьицы и разноцветные курточки мышат, бархатную жилетку крота, красный халатик проказницы белки и кургузный синий пиджачок братца кролика. Потом они выселись на скамейку перед очагом и стали пить чай. Люси украдкой поглядывала на хозяйку. Её ужасно забавляли густые жесткие колки, торчащие из чепчика ухти-тухти. После чая они связали в узелок всё, что было выглажено, и отправились в лес. Ухти-тухти стала спускаться по тропинке и Люси за ней. А навстречу к ним выходили из леса разные зверьки. Первым из гущи папоротника выскочил прыг-скок, длинноухий заяц. Ухти-тухти отдала ему красный пиджачок. Потом на тропинку выбежал мышонок и получил свою чистенькую жёлтую курточку. Всем-всем, кто выходил на тропинку, и зверятам, и птицам ухти-тухти отдавала их платьица или штанишки, или бельё. И все они наперебой благодарили добрую ухти-тухти. А когда, наконец, тропинка дошла до хутора Литтл Таун, всё было уже роздано, и остались только чистые платочки и фартук Люси. Тогда Люси перелезла через забор и обернулась, чтобы поблагодарить ухти-тухти за свои платочки и фарточек. И вдруг... Нет, вы только подумайте! Ухти-тухти была уже далеко. Со всех ног бежала она в гору, и куда делись её чепчик, её шаль, платьица и нижняя юбка. Она стала такая крохотная, коричневая, вся в иголочках, ну, совсем как ежиха. Говорят, что маленькая Люси просто заснула возле изгороди, и всё это ей приснилось. Возможно. Но откуда же тогда взялись носовые платочки и фартук, заколотый большой булавкой?